МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Второй раз в 1980 году здесь проходила эстафета Московской летней Олимпиады. Безопасность главных сочинских достопримечательностей в преддверии будущих игр доверили подкованным сотрудникам правопорядка. Патрулировать улицы Олимпийской столицы будет специальная конная полиция. Более 30 лошадей в сопровождении всадников уже прибыли в Сочи и со дня на день готовятся выйти на службу. Николай Долгачев подробнее. Новую набережную Сочи, протянувшуюся на 7 километров, в том числе мимо Олимпийских дворцов, теперь патрулирует конная полиция. Безопасность на новом уровне. За правопорядком следят верхом. Полицейская кавалерия обходит улицы, прилегающие к Олимпийскому парку. Нужно привыкнуть к новой местности. Еще недавно патрулировали московские парки. Теперь командировка на юг на зимние игры. Это конь-загар. Перенес акклимитизацию. Хорошо. Удивляется. Первый раз увидел море. Полсотни лошадей, служащих в полиции, до Сочи добирались несколько дней. Животных везли в специальных автотрейлерах. После приезда первым делом осмотр у ветеринара. Настроение не изменилось? Нет, конечно. С удовольствием ехали. Вышли, сказали, наконец-то мы приехали в Сочи. В конюшне бытовые условия на уровне. Жалования в виде овса и фруктов выплачиваются конному составу регулярно. Бывают и премии. Кому-то нравится морковка, лошадь по имени публика предпочитает сладкое. Любит угощение, как все наши друзья. Обязательно есть всегда у нас с собой сахаром для нее. У службы в МВД свои плюсы. Каждый день у лошадей свежая форма с государственной символикой. Обувь, подковы. Кузнец проверяет ежедневно. Если нужно, обновит. Несколько сантиметров, по сути, гвоздь. Да, забивается, выходит наружу, откусывается. Это не больно? И защищается. Нет, это не больно. Этих лошадей учат не бояться агрессивных людей. Еще нужно выдерживать многочасовые дежурства и ежедневные построения. В строю только самые бесстрашные, дисциплинированные и готовые работать в команде. Полицейские лошади стрессоустойчивы. Они спокойны, если вокруг много людей. Например, болельщики отмечают победу своей команды. Поэтому Енисей, я думаю, одного корреспондента спокойно выдержит. У конной полиции несколько преимуществ. Ну, например, отсюда просто лучше и дальше видно. Во-вторых, конные всегда быстрее пешего. И в-третьих, ну, в случае чего, в помощь всегда есть одна лошадиная сила. А это немало. В Сочи с конными полицейскими туристы фотографируются. Всадники, как правило, не против. Ну, и служебные задачи при необходимости могут выполнить любые. Они должны нести активно службу, предупреждать преступления, административные правонарушения. На массах мероприятий, конечно, конные полицейские более эффективны. Во время Олимпиады полицейские кавалеристы будут отвечать за правопорядок на самых ответственных участках. После игры командировка закончится, и отряд вернется в Москву. Но в Сочи уже подумывают создать собственное подразделение. В 2014-й, кстати, год лошади, задает новые стандарты для полиции главного курорта страны. Николай Долгачев, Алексей Абалакирев, Михаил Киртоки, Мария Долгачева. Вести. Сочи. В Москве в выставочном зале федеральных архивов открылась экспозиция «Белые игры» под грифом «Секретно». Она посвящена истории зимних Олимпиад в советский период и различным тайнам, которые зачастую возникали в то время вокруг международных соревнований. О том, какие неожиданные открытия, в том числе и о предстоящих играх в Сочи, можно сделать на выставке. Олег Пакшин. Белых пятен в истории «Белых Олимпиад» стало меньше. Сразу тысячи документов, касающихся подготовки и участия в зимних играх разных лет наших спортсменов, представили в выставочном зале федеральных архивов. Уникальные материалы долгие годы хранились под грифом «Секретно». Знаю, насколько интересны бывают вот такие документы. Сейчас у нас, конечно, меньше секретов при подготовке к Сочи. Мы стараемся максимально открыто действовать. Ну, а раньше таких секретов было больше. Главный и самый удивительный секрет в этом пожелтевшем, еще мышнописном документе. Оказывается, идея провести зимнюю Олимпиаду в Сочи совсем не нова. Ее предложили при Горбачеве и даже утвердили на самом высшем тогда уровне. Все секретари согласились с тем, чтобы подать заявку на проведение Олимпийских игр 98-го года в Сочи. И, очевидно, такая заявка была бы подана, но она должна была бы быть подана в 91-м, 92-м годах. Сами понимаете, что к тому времени уже страны как таковой не было. На выставку пришли непосредственные участники тех Олимпиад, о которых рассказывают экспонаты. Единственная шестикратная олимпийская чемпионка в истории конькобежного спорта Лидия Скобликова увидела свои прожавевшие коньки и выцветший свитер с Игр 68-го года и чуть не расплакалась. «Это же форма с Олимпийских игр Гренобля, и она может быть для меня дороже, чем любой самый дорогой свитер сейчас». Игры в Гренобле стали золотыми для другой, начинающей тогда советской спортсменки Людмилы Титовой. На первой для нее Олимпиаде 20-летнюю конькобежку не ожидали увидеть даже в пятерке финалистов. А она взяла сразу две медали – серебро на дистанции километр и золото в забеге на 500 метров, обогнав принципиальных соперниц – американок. «Вот эту фотографию я видела только единственный раз в музее в Лужниках, и больше ее никогда не встречала. И вот здесь очень приятно, что эта фотография существует. Почему тогда не печатали?» Чтобы собрать все эти, оказавшиеся незаслуженно забытыми, олимпийские артефакты пришлось объединить усилия сразу с семи архивов. Экспонаты искали в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и даже в Австрии. Кроме архивных документов, на выставке «Белая Олимпиада» под грифом «Секретно» представлено и много предметов из личных коллекций спортсменов и собирателей. Вот в этом стенде марки, значки и даже ключ от номера в олимпийской деревне в Саппоро. Правда, кто из спортсменов той «Белой Олимпиады» так и не сдал комнату, до сих пор остается секретом. Олимпийская выставка будет идти до завершения домашних зимних игр. Затем есть планы пополнить коллекцию уже новыми сочинскими экспонатами и снова открыть для посетителей. Олег Пакшин, Виктор Мамаев, Вести.